Всем привет! Вы на канале Жизнь с цветами и без. Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать всех своих постоянных зрителей и тех, кто случайно зашел на мой канал. В эфире рубрика Говорящие ноги. И как всегда у меня носочки с кактусиками. Канал-то Жизнь с цветами, а потом уже без. Сегодня у меня нарисовалась вот такая темка. Короче, вчера я в одном из магазинов наблюдала очередь. И люди стояли по кармарам, как говорится, искали мелочь. Ну, не было у продавца сдачи. Я такая, оба-на, а у меня дома куча мелочей. Это, наверное, какая-то часть мелочи со всего поселка собралась у меня. Думаю, надо отнести. В общем, и вспомнилось, вот сегодня я уже собралась эти деньги нести. И потом думаю, так, господи, надо же рассказать, тема-то интересная. В общем, где-то год 95-й этот случай произошел. В общем, как и у всех, скорее всего, ну, у многих во всяком случае, люди мелочь не любят носить. В сумках, в карманах она тяжелая, да, и приходят домой в какую-то коробочку, в вазочку, куда-то на тумбочку все это складывают, высыпают, ну, чтобы не таскаться. Вот так и в нашей семье. Короче, я поставила трехлитровый баллон, и мы туда ссыпали с мужем деньги. У нас даже прикол был, вот что, собрать трехлитровую банку мелочи. Мы ее собрали. Звоню я в банк. Я говорю, ну, вот у меня три литра мелочи, хочу к вам прийти и сдать. Они мне говорят, разделите только, говорит, все монетки по одному номиналу и приносите. Ну, вот я и сейчас вот, что-то у меня тут по 10 рублей, по рублю, по 2 и по 5. Тут еще курочка. Сейчас расскажу, к чему еще эта курочка. И там курочка, и там курочка. Я, умница-красавица, разложила все по пакетикам деньги, по номиналам. Думаю, пойду к часу после перерыва. Займу очередь. Тогда у нас был, даже не банка, сберкасса была у нас тогда. Одна на несколько поселков. Я напоминаю, что я живу в Туапсинском районе, поселок Новомихайловский. Вот сберкасса была у нас. А и в нее же приезжали люди с поселков Ольгинка, Псебе, Плехо. Ну, еще там соседних, может, откуда там. Тингинка, Лермонтова. Но они, скорее всего, в Джубгу ездили. Но неважно. Короче, я такая деловая колбаса. Мне тогда лет 30. Прихожу где-то пол первого, чтобы занять очередь. И первой быть в кассе и сдать все свое богатство. И понимаю, что подходят и подходят люди, занимают за мной очередь. И как-то мне стало подозрительно, что подходят в основном дедушки и бабушки. Я думаю, оба-на, что за шоу, что за слет старушек. Сейчас я тоже-то старушка. Напомню, я пенсионерка, мне 56 лет. Но тогда мне было лет 30. И я так это смотрю, думаю, не поняла, в чем прикол. За мной занимают очередь дедушки и бабушки. Оказывается, твою дивизию, ребята, это был день пенсии. Представляете? Тогда еще пенсии на карточку не приходили. Почтальонам, я помню, тогда запретили носить деньги, потому что это 90-е почтальонов грабили. Короче, бабушки, дедушки к часу дня все гуськом пришли в Сбербанк за своей пенсией. А тут я, тадам, красотописанная с трехлитровой банкой мелочи. Это был финиш, ребят. Это я сейчас вспоминаю. Мне тогда было мне смешно. А тогда я думала, они меня просто порвут на мелкие кусочки. Короче, час. Вламываемся мы в этот Сбербанк, как всегда помните. Очередь занимаешь, не занимаешь, а все почему-то ломятся. Я первая. Я высыпаю в это окошко мелочь. Трехлитровую банку. Ну, правда, по пакетикам. И кассир начинает потихоньку считать. Бабушки, дедушки на взводе. Я в спину слышу о себе все в красках, не стесняясь в выражениях. Представляете? Ну, я, правда, не стала отмахиваться, отговариваться. Думаю, мама дорогая, стой уже, приперлась дурында к часу. Ну, приди ты часа в четыре. Ой, извиняюсь, в захлеб рассказываю. Ну, или приди ты в другой день, не в день пенсии, да? Ну, мне ж уже домой как-то было идти нехорошо, не айс. Думаю, ладно, пришла, выстою. Слушайте, это кассир. Она разнервничалась. Она сбилась. Она заново начала пересчитывать. Бабушки орут на нее. Она говорит, а что я сделаю? Она тоже человек, она тоже с деньгами. А это меня подбодрило. Я тоже человек. Я же с такими же деньгами, как и они. И сама стою и думаю, сейчас она им выдаст пенсию моей мелочью. Готовьте мешки. Ладно, ребят, это был скандал. Это был скандал. Чем закончилась? А вышла заведующая Сбербанка. Собрала все эти деньги и мне, говорит, пошли со мной. И вот я тогда, ну, посмотрите, 90-е. Охраны не было. Не было видеокамер. Она меня берет с собой и заводит к себе в кабинет. И она там при мне пересчитывает всю эту мелочь. На лице у нее было написано. Крупными, жирными буквами мат. Что ж ты творишь? Ну, не хочу говорить, кто такая. Но она посчитала. По мешочкам, на бумажечках все написала. Приносят кассирши, я иду следом. Очередь чуть-чуть разошлась. Но мы тут выходим. И, естественно, без очереди мы начинаем кассирши сдавать эти деньги. Ребят, тогда, я потом узнала, что через какое-то время появились в Сбербанках аппараты, где взвешивали деньги. Вот по десяточке взвесили, сумма выдалась. По два рубля взвесили. Но тогда не было. Может, они были. Но в нашем Сбербанке этого не было. Это был финиш. Короче, мы без очереди сдаем эти деньги кассирши. Я получаю свои кровные. Только не спрашивайте, сколько. Я не помню. Выхожу с этого Сбербанка. Вслед, естественно, где и плюют, и топают, и говорят. Зато я вышла счастливая, деловая, крутая. С пачкой денег. Я не помню, сколько там было. Вот сейчас я насчитала вот здесь. Ой. Короче, тут где-то 800 с чем-то рублей. Там на бумажечке написано было. Я курицей закрыла. Ну, раз тема у нас сегодня денег. Помните выражение? Куры денег не клюют. Вообще, выражений про деньги очень много. Но мне вот как-то вот поинтереснее показалось, ну, чтобы долго не затягивать видео, расскажу именно эту историю, откуда пошло это выражение. Куры денег не клюют. Расскажу коротко, своими словами, как говорится. Ну, в общем, это где-то был 15 век. Одно село, богатое село, в котором жили потомственные купцы. А 15 век, помните, бумажных денег еще, наверное, не было. В мешочках носили золото. Такие кисетики, мешочки. И, в общем, купец возвращался с базара и на своей телеге привез мешки с золотом. Когда дворовые начали эти мешки с золотом загружать с телеги, один мешок порвался, золото рассыпалось. Ну, все ж дворовые, давай же ж помогать золото собирать. Ну, где-то кто-то глотнул, где-то кто-то в карман положил. Тут выскочила хозяйка этого дома. Тут этот купец их разгоняет. Все вместе они деньги собирают. Ну, и одна дурында нюрка падает через мешок с зерном. Это зерно просыпается на эти деньги. Все это смешалось. Вылетают еще вдобавок куры и в эту кучу. И давай клевать зерно. Это, конечно, вот представьте, да? Это такая куча смешалась в кучу, да? Люди, кони. Ну, это уже из войны и мира. Кажется, да? Ну, да. Или нет? А, нет, с Полтавского боя. Во. И сотни тысячи орудий слились протяжный вой. Ну, в общем, это не это. И когда куры склевали все зерно, а все дворовые собрали все золото, эта хозяйка начала орать. Резать всех курей. Резать всех курей до одного. Они наклевали золото нашего. Этот купец говорит, а что, дура, говорит? С ума сошла, говорит? Всех курей. Ты представляешь, говорит, сколько у нас этих курей. Ну, вот представляете, да? Зажиточная семья. Сколько у них этих курей? Ну, бабы ж дуры. Бабы дуры. Бабы бешеный народ, да? И у баб, как еще говорят, куриные мозги. Он не устоял перед орущей хозяйкой дома, перед своей женой. Сказал, ладно, режьте. Зарезали всех курей. Вот этот хозяин начал трясти всеми потрохами. Перед этой хозяйкой говорит, дура, дура ты тупорылая, дура ты набитая. Куры денег не клюют. Вот соседи все стояли, ржались, смеялись над этой семейкой. Ну, втихаря, наверное, схихикали. Кто там в открытую будет это делать, да? Перед богатеми. Но и тут все это дело не закончилось. Представляете, они нарезали столько курей, а холодильников нету. Оп-стоп. Мы подошли из-за угла. Это тоже зрои оперы. И им ничего не пришлось лучшего придумать, как раздать курей по всей деревне. В этот день вся деревня ела кур, пила самогон за здоровье этого купца. И на всю жизнь осталось выражение «Куры денег не клюют». На этой веселой ноте я желаю вам и вашим цветочкам канал все-таки «Жизнь с цветами» и без цветов сегодня с деньгами. Про цветание! И запомните, все будет хорошо, потому что по-другому просто быть не может.